Всем привет, ребята! У нас 8 новых игр, которые доступны в магазине для iPad. Это самые популярные игры сейчас. В топ-10 входят. Ну, там, в топ-15. Просто не все я там подряд скачал сюда. Поехали смотреть. Первая игра я уже проверил. На одну минуту запустил. На 10 секунд вернее. Посмотрел, что тут надо делать. Сейчас вам расскажу. Так, так, так. Какие-то монеты предлагаю. Смотрите. Игра состоит в том, что мы зажимаем пальцем экран. И вот что происходит. Как только отпустим палец, происходит выстрел. Нам надо, как снайперу, расстреливать каких-то человечков непонятных. И тут процент попадания пишут. С какого? Ну, типа с одного выстрела. Они еще ходят, эти человечки. Поначалу легко, потом сложнее, сложнее, сложнее. Вот такая игра. Но она находится чуть ли не на первом месте в магазине сейчас. По скачкам. Ага. Теперь нам говорят вот сюда стрелять, чтобы сразу троих. Они упадут. Все. То есть, тут надо будет думать. Тут не просто стрелять во все подряд, но еще объекты появятся со временем. Вот такая довольно простая игра. Она бесплатная. Я выключил интернет, и нету рекламы никакой здесь, поэтому... О! Вы видели, да, что произошло? Я убил того через коробку, и еще эти упали. То есть, 300% попадания у меня. Так. А давайте тоже подождем, пока он, например, пройдет через них как-то. Ладно, давайте вот так. О! Так и надо было. Так и надо было. Чтобы коробки все упали. Тоже. Это начало нас просто завлекает в игру, чтобы нам казалось, что легко, а потом окажется, что суперсложно. Всех, да? Да, всех. Ну что, прикольная игра на самом деле. И на телефоне есть эта игра, и на планшете. Просто на планшете больше экрана, удобнее смотреть. Мы тут сейчас сделали апгрейд, больше урона, чтобы наносить. То есть, тут еще апгрейды на оружие надо будет покупать. Блин! Я ни одного не смог, а там можно было сразу четверых. Вот я, конечно... Ну все на 200%, потому что я с одного выстрела троих убил. Это 300% было. И потом. Так, что здесь? Хрюшки какие-то? Что делать с ними? Может быть сюда выстрелить? Или это взрыв будет? Давайте попробуем. А, окей. Это взрыв. Брюшатка. Всех убил, или там кто-то остался? А, походу кто-то выжил вот там, представляете? Вот там кто-то выжил. Все. Не повезло, просто не разбилась копилка. Ой, рано-рано-рано отпустил. Так, а чего? Зачем я вообще стрелял? Вот, вот правильный вариант. Уничтожить всех. Ладно, погнали дальше смотреть. Marshmallow. Музыкальная игра. Здесь надо будет просто в ритм, так сказать, передвигаться. Сейчас вы видите. Если она без интернета работает вообще. Ну, если, кстати, я вырежу эту игру, значит, был копирайт по музыке от YouTube. Мне не разрешили использовать музыку. У него виртуальный концерт был даже в игре в Fortnite. Ну, я не играл, но я просто на всех сайтах, короче, про это писали. Так, что здесь нажать можно? А, короче, вот песни, смотрите, сколько песен. Но чтобы их слушать, надо, ну, рекламку посмотреть один раз. Ну, треков довольно много. Давайте посмотрим. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40. Где-то 50, даже 60. А это кто такой? Мне казалось, это вообще ниндзя. Ниндзя с Fortnite. Хотя, может быть, это он, не? Нет, слушай. DJ Jam Jam. Spaceman. Mobster. Marshmallow Skater. Bruglo. The Meme. Тут сложность есть и высокая. Давайте попробуем еще одну песенку. Чтобы разобраться уже. Может, трек был первый плохой. Не, ну, это ужас какой-то. Вообще, такой не слушаю. Да игра самолегкая, по сути. Все, что надо делать, это вот так вот. Пока я без ошибок. Ну, чисто электронная музыка. Долбежка на уши. Просто долбежка. Пердежка-долбежка. Ничего интересного. Я вон так, короче. Так, значит, третья игра Line Up. Line Up здесь, по-моему, надо рисовать. Но я не взял этот стилус. Будем пальцем рисовать. Можно играть за женщину. Хотя слева, мне кажется, тоже женщина, если честно. Но это парень. Так. Так. Так, ну что, будем рисовать. Так, каким цветом будем? Ну, давайте. Давайте оранжевым так. Обводим, короче. Чем лучше ты обведешь, тем больше звезд дадут за прохождение. А, тебе первый раз сказали, как? А, еще цвет... Нет, цвет говорят. Я, кстати, не знаю, какой там цвет надо было. Но цвет зеленые очки вот сейчас надо сделать. Ну, тут звуков нет у него языки. Так, и надо найти, кто же убийца, да? Кто же плохой человек. Так, ну... Ну, как бы в очках раз, в очках два, в очках три. Наверное, этот. Я его арестую, короче. Мне вот он показался подозрительным. Я, кстати, правильно арестовал его. Хотя я не уверен, что это он был. Ну, вот такая вот игра. Мы будем сейчас рисовать и находить преступников. Это типа фоторобот, или как он называется. Да, фоторобот. А дальше нам нужен интернет. Ну, ладно, не будем играть, раз интернет. Это значит рекламу смотреть. Так, в этой игре надо складывать одежду. Что-то еще делать. Подождите, что это? Так, что это? Я пока не понял, что это. А, это баллончиками разрисовывать одежду. Такая тема есть. Ну, мне не нравится эта ерунда. Я не знаю. Берут, типа, белую майку и что-то рисуют. И потом, типа, крутая майка получается. Ну, случайные цвета, так сказать. Я видел, даже такие продаются. Не знаю. Мне, честно, вообще никогда не хотелось такое делать. Такую майку покупать. Какой смысл в этом? Это же еще надо в химии вымачивать. В этой краской. Потом носить это все. Ну, вот что, типа, получилось. Типа, вот, красиво так, типа. Ну, ты, по сути, носишь эту краску химическую на себе. Я не знаю. Я не думаю, что это натуральная краска. Что она прям так вот хорошо при... Заходит на майку. Так, идем дальше. Надеюсь, тут без рекламы можно поиграть. Так, что? А, теперь следующую девушку одевать будем, да? Хорошо. Что вам угодно. Так, у нее, видите, по-другому будет все это выглядеть. Ну, давайте как сделаем. Чуть-чуть сюда. Давайте зеленая. Сюда. Оранжевая сюда. Синяя сюда. И чуть-чуть вот так. Все. Давайте посмотрим, что получится. Опускаем в какую-то магическую воду. Не знаю, из какой состав в этой воде. Но все, типа, засыхает, посмотрел. Ну, вот такая вот красота в кавычках получилась. Не знаю, нравится вам такая. Выносили бы такую бы футболку? Не знаю. Я бы, наверное... Ну, пусть одна будет у меня такая. Но чтобы несколько таких, я бы это не делал. Так, подождите. Я, извините, я не ту кнопочку нажал. А как назад здесь? Походу, никак, да? Ладно, давайте тогда следующую игру. Вот это, кстати, прикольная игра. Здесь надо спасать какого-то парня. Вот, например, на этом уровне я уже просто играл, смотрел, как игра идет. Я уже его спасал. Сейчас мы сюда, смотрите, вот так вот делаем. И получится, что камень поднимется и спасет его. Так, это типа головоломки здесь. Смотрите, здесь надо шестеренку поставить правильно. Так, чтобы крутился механизм. Вот так вот. И спасаем. Тоже нет звуков в игре. Музыки ничего нету. Так, а что это? Типа самому закрутить или что? Что здесь делать? Не могу понять. А, подождите, я понял. Эту надо сюда. И получится как... Да. Как в поездах. Раньше так вот использовалась такая система. Да и сейчас, наверное, во многих используется такая система. Тема такая. Ну, здесь, по-моему, то же самое. То, что было на предыдущем уровне. Только надо вот так еще вставить сюда. И все. И спасти парня. Без рекламы игра играется хорошо. Не напрягается. Не напрягаешься. Так, это, наверное, я так понимаю, вот сюда. А это вот сюда. И теперь вот так. Такие механизмы мы будем строить. Чем больше... Чем дальше играем, тем сложнее механизмы будут. Так, ну тут две шестереночки, значит, поставим. Вот так. Ничего сложного. Механизм работает. Так, здесь такая система какая-то интересная. Ага, все просто. Это как... Где игрушки можно выиграть как бы. Если кто не знает, как система работает с этими вот системами, где игрушку можно как бы выиграть. Там просто в компьютере стоит система. Например, 10 раз не давать возможность выиграть, а на 11 дать. Ну, чтобы был шанс. Ну, то есть, как компьютер запрограммирует, такой шанс там выпадения просто в таком месте, так сказать, работал. Я знаю, как это все работает. Такие дела. Поэтому лучше не тратьте свои деньги. Там все компьютер за вас решает. Сколько вы выиграете или как часто вы можете выиграть. То есть, если компьютер не дает выиграть, когда вот так клешня опускается, получается, что клешня очень легко так чик, и ничего не возьмет. А когда компьютер сам захочет, чтобы вы выиграли какую-то игру, клешня вот так сделает чик, и вы реально что-то выиграете. Бывают сбои в этой системе. Каждый раз какую-то игрушку можно выиграть. Сразу же быстро автомат этот выключают, чтобы... Так, а как здесь надо было второго еще? Вот так, да? Сразу пытаются автомат выключить, чтобы все игрушки кто-то не выиграл. Но я видел, как девочка игрушек 20 выиграла, когда такая система. Ну, сбой был. Короче, девочке повезло. Она там не знала, куда игрушки уже ложить. У нее там все занято было. Руки. А у нее даже коляска была такая специальная, чтобы подарки ложить. Ну, короче, в США там с такими колясками ездят, когда что-то выиграешь, чтобы не таскать с собой, а в коляске возить. Такой прикол у них. Типа не ребенок там, а просто подарки твои выигрышные лежат. Так, а что тут делать? А, камень кинуть, да? Теперь этого кинуть. Понятно. Ну, блин, надоело уже играет. Реально. Поэтому давайте дальше. Вот это музыкальная, кстати, игра. Ее очень много рекламируют. Вот эту игру постоянно рекламу вижу. Я не знаю, они, наверное, очень много денег потратили на рекламу. Ее рекламируют везде просто. Если, опять-таки, я вырежу эту игру, значит, была музыка запрещенная. Поэтому, извините, это YouTube. Это YouTube не я. Так, вот здесь надо будет нажимать. Смотрите. Ну, вот этот трек мне нравится. Блин, как сложно. Ой. У меня уже iPad уезжает. Я его бью просто. Здесь, кстати, не обязательно все нажимать. Я думал, я проиграю сейчас. Я пою, чтобы перебить музыку, чтобы ее не запретили. Поэтому придется петь мне. YouTube не блокируй мою музыку. Я пропустил. Блин. А как реклама включилась? Ты же не с интернета. Эээ. Ну, ладно, это я выключаю. Там точно копирайт будет. Разыгрался я слишком жестко. Так, вот это, кстати, прикольная игра. Здесь надо вытаскивать всякие иголки с ног. Я не знаю. Там все, что попадается. В общем, тут операции на ногах проводить надо. И вообще, как бы, неприятно это смотреть даже. Но это начало. Тут ерунда. Просто подстричь. Это типа волосы такие. Опять звуков никаких нету. Буду сам звуки добавлять. У-ху! Левел complete. No thanks. Я буду... Все, все звуки сам делать. Так. Oh my! Левел complete. Вы открыли ножницы. Scissors. Кстати, вот учим английский. Scissors. Ножницы. Так, а я чайку на заднем плане чайку видел. Вот моя хрюшка. Хрю-хрю-хрю-хрю. Так. Давайте дальше. Третий уровень. Какой-то... Ой, грибок. Прямо как реально грибы. У меня никогда грибка не было на ногах. Вообще никогда. Ой-ой-ой-ой. Это даже неприятно смотреть как-то. Так. И специальным спреем каким-то, да? Или что это? Ну да. Какой-то спрей. Антигрибковый, да? Я не знаю, что должно быть, чтобы у вас грибок такой был. Это, видимо, ну, я не знаю. Не следить за гиеной своей. У меня никогда такого не было. Тут полу-грибок по полу-заросли. Ну, это волосы, по сути, по-моему, мы убираем. Или это тоже что-то такое плохое растет? Типа грибок, но не грибок. Непонятно. Так, все. Давайте дальше. Я хочу новый декор. Можно лампы поменять какие-то. Я не хочу декор менять. Я хочу... О, дальше, кстати, следующий инструмент через два уровня мы откроем. Это ногти срезать мы будем, я так понимаю. Так, здесь уровни все более дизайнерские, интересно, нарисованные. Тут уже прям теперь так. Потом по-другому уже. Не знаю, что придумать, просто одно и то же по нескольку раз. Просто между вот этими уровнями мы должны как бы рекламу смотреть и разработчики зарабатывают денежки. Поэтому они одно и то же почти делают, чтобы как-то продлить процесс просматривания рекламы. Так, ну игра суперкороткая, то есть вы понимаете, я уже до пятой, шестой уровень прошел за, ну, две минуты тут, наверное. Пока что ничего интересного, но сейчас будет новый предмет, это мы будем, наверное, ногти стричь, либо что-то доставать с ногтей, если там что-то есть. Сейчас посмотрим, как это все работает. No thanks. Нет, спасибо, говорю я. Не хочу смотреть рекламу там, чтобы больше очков. А вот, ну да, ногти такие типа. Ну, я не знаю, это либо ногти, либо что-то другое, но будем вот срезать. Ну, просто они смотрятся, как будто сломанные какие-то ногти на конце. Может, тоже что-то такое, типа грибок бывает, я не знаю. А там дальше уши будем, наверное, мы осматривать, я так понимаю. поэтому давайте пройдем это по-быстрому, чтобы посмотреть, как тут вообще устроено дальше все дело. Будем уши чистить или еще что-то делать там с ушами. Смотреть, проверять слух. Еще что-то делать, смазывать там, лекарство какое-нибудь заливать. Так, так, еще два уровня, ребята, потерпите, я понимаю, легкая игра, легкая. Ну, сами качайте, сами играйте. Тут уровней может быть тысяча спокойно в этой игре, потому что, ну, одно и то же можно делать по сто раз. Просто вначале откроете много инструментов, и потом уже будет геймплей одинаковый все время, просто инструменты меняются и все. То есть, не суперинтересно. Девятый уровень мы прошли, сейчас будет, я так понимаю, десятый. Да, десятый, и откроются уши, уши. Посмотрим, что с ушами, может, геймплей поменяется, потому что довольно скучновато на самом деле на данный момент. Так, заливай. Готово. Так, уши. А, ну да, и тут тоже новый инструмент открывать будем сейчас. Смотрите. Первый инструмент, это что у нас вообще такое? Ой-ой-ой, это просто ватные палочки. Ватная палочка. Что, в ушах есть волосы? Это волосы как бы? Я не думал, что у меня в ушах волосы, если честно. Я никогда не чувствовал, что у меня в ушах волосы. Может, у меня нету просто их? Или это не волосы были в игре, а что-то другое растет там? Не знаю. Ребята, у кого-нибудь в ушах есть волосы? Честно, напишите его. Честно, как есть. Ну да, видимо, есть, потому что, смотрите, здесь как бы мы уже и волосы чистим. Новый инструмент открыли. Только волосы, наоборот, же не мешают ушам. Они, наоборот, защищают волосы. Я не знаю, зачем просто волосы сбривать? Мне кажется, они... Это защита от природы, так сказать. Зачем это убирать? Непонятно. Ну, если они не видны, как бы, что такого? Что стесняться-то их? Ну, вот мы, смотрите, сейчас все волосы убрали. Теперь почистим. Ну, как бы, но это можно, на самом деле, тоже можно уши не чистить вот от этого всего. Это как бы плохо. Ватной палочкой уши чистить вредно. То есть, мы микрофлору ушей убираем таким образом и царапаем еще чувствительную часть. Поэтому я читал просто про это. Это не лучший вариант. Чистить каждый день. Можно там раз в неделю, раз в месяц так почистить, но аккуратно. Если кто чаще чистит. Так, что здесь делать? Типа по отдельности цвета расставлять? Распутывать узлы, наверное, я так понимаю. А что-то ждем мы. 2, 1, 0. Что это? Не понял. А, это загрузка какая-то у меня интернета нет, она не работает, да? Так, а что здесь делать? А, ну, понятно, я распутываю. Сейчас будет больше цветов, больше узлов и все такое. Ладно, давайте. Так, видите, здесь надо раз сделать, и 2. Вот так вот. А сейчас будет прям закрученный, на 10 раз надо будет нажимать. Каждый уровень все больше и больше монет, за первые 5 монет. Нет, подожди, неправильно я сделал. ой. Подождите. Вот так, вот так. Ага. Здесь, может, узлов-то и немного будет, просто здесь надо последовательность правильно делать. А я бы быстрее хотел нажать, пройти, но так не работает. Смотрите, надо делать вот так, потом так, и потом вот так. Поэтому здесь 5 этих и дается. Тут надо думать. Потом будут типа кубик-рубик, какие-нибудь сложные такие варианты, как-то все сделать. Так, ну здесь понятно, мы делаем так, так, так. Ничего сложного, ключ какой-то открыли, сундучок, 18 монет. Не знаю, на что тут монеты тратить, зачем они вообще, если я просто поиграть хочу. Ну это вот фишки бесплатных игр, чтобы как-то людей завлечь на то, чтобы... Так, а как тут? Подождите. Так. А, все нормально. Я уже думал, тут что-то сложное. Ну нет, все просто. Ваше здоровье, ребята. Не болейте, не болейте, тем более летом. Тем более летом, как бы. Обиднее всего болеть летом. Это хорошая погода, все гуляют, солнышко, а вы болеете. Так что, пейте чаек с лимончиком, если что. Или медик еще возьмите. Помогает, проверено. 90% сейчас подарок, а тут откроем. Так, что здесь? Подождите. Наверное, вот так. Нет. Что-то я не то сделал. Я только закрутил, мне кажется. подождите. Подождите. Так, 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 так. Так. Вроде получается у меня. Так. Так, все. начало непонятно, на самом деле. Я думал, я вообще только запутываю. Но это прикольная игра, ребят. Рекомендую. Вот она называется Tangle Master 3D. Бесплатная игра. Я на iPad играю, но я думаю, на Android тоже эта игра доступна. Ну что ж, такие вот игры были. В следующем, значит, ролике мы посмотрим на игры от Соника. Вот я еще больше их подготовил. В прошлый раз у меня их было 8, а сейчас я сделал их уже 10 у меня. Это все, что я нашел для iPad. Если какие-то есть еще игры на iOS, вы пишите название, я их найду в магазине, но вроде больше нет. Я прям хорошо проверил. Так что, для фанатов Соника, в следующем выпуске мы посмотрим все игры. Кстати, пофиксили походу Sonic Runner, который... Не, не Sonic Runner. Ну, его пофиксили, да. Но проблема была в Sonic Jump. Помните, он медленно прыгал? По-моему, не было обновления. Я думал, что это Sonic Runner медленно был. И сегодня обновление скачало. И думал, пофиксили. Баг. Но это же была другая игра в Sonic Jump. В общем, спасибо, что смотрели. С вами был Андромалик. До новых встреч. Пока. Субтитры подогнал «Симон»